Установлено, что в понищении заменяемый на первом этаже дом номер 6, дробь 2 по улице Гончарова, у Лайлс-фармации демонтированы радиаторы отопления. Данные незаконные действия грубо нарушают права жителей и квартирного дома, поскольку влекут нарушение температурного режима во время отопительного периода. У руководства аптеки 30 дней на устранение нарушения, однако отопительный сезон начался ровно неделю назад. В настоящее время мы этот вопрос закрываем. То есть радиаторы будут установлены до начала отопительного сезона. Писание прокуратуры и жалобы жильцов этого дома будут удовлетворены. Тем временем прокуратура Ульяновской области, цитирую, требует предметного скрупулезного анализа регионального фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса. Причина – необходимо избежать факта завышения стоимости услуг за капитальный ремонт в многоквартирных домах. В текущем году почти 600 миллионов рублей получил оператор от собственников на капремонт. Средства, которые в качестве взносов собственники вносят на капитальный ремонт на счет регионального оператора, имеют целевое назначение. Это означает, что на иные цели, кроме финансирования капитального ремонта в домах, они израсходованы быть не могут. Соответственно, содержание фонда как регионального оператора капитального ремонта осуществляется за счет средств областного бюджета. То есть средства собственников в этом случае не используются. Почти 15 тысяч жалоб в контакт-центр, более 2 тысяч в региональную прокуратуру и 900 внеплановых проверок со стороны жилищной инспекции. Цифры только за 9 месяцев текущего года. Это иной раз доказывает коммуналка – одна из острых тем среди населения. Людей волнует все. Зимой – отопительный сезон, уборка снега, весной – протекающие крыши, летом – содержание домов, а претензии на уличное освещение поступают круглый год. Если говорить о структуре обращений, которые рассматриваем мы, то основная их масса делится, скажем так, на две категории. Это первое – обращение, касающееся ненадлежащего содержания общего имущества со стороны управляющих компаний. И второй – значительный пласт – это нарушение порядка расчетов за коммунальные услуги. Как управлять многоквартирным домом, найти общий язык с управляющей компанией, разобраться в жилищном кодексе и расчетках, также о юридических тонкостях в сфере ЖКХ. Не первый год об этом ульяновцам рассказывают специалисты контакт-центра в школе грамотного потребителя.